Приветствую, друзья! Меня зовут Галина, и сегодня я снова хочу поделиться с вами удачным приобретением. Это маска для лица. Это не обычная маска, это электромиостимуляция. Вот такое вот длинное слово, для многих непонятное, в том числе и для меня. Но тем не менее, я сейчас постараюсь вам разъяснить, что это такое, и рассказать, главное, о тех результатах, которые я добилась за две недели использования этой маски. Начну, пожалуй, с того, что эта маска заинтересовала меня прежде всего тем, что она подключается к тренажеру, к вот такому вот тренажеру Pelvic Muscle Trainer. О нем обзор я уже делала, я до сих пор в восторге от него. И когда на рынке появились такие маски, которые подключаются к этому тренажеру, я, конечно же, была рада попробовать их. Помимо того, что есть маски, есть еще вот такие вот подушечки. На мой взгляд, подушечки это вообще, можно сказать, кладезь, потому что их можно крепить не только на лицо, но и на проблемные участки. Это на ягодицы, на живот, на ноги, то есть там, где вы чувствуете, что есть какие-то проблемы. Их я буду использовать, их я еще не открывала, пока пользовалась только маской, но их я буду использовать для подтяжки живота. После беременности, к сожалению, есть небольшие-небольшие проблемы с этой областью, но я думаю, что, во всяком случае, уменьшить они мне помогут. Друзья, что хочу сказать первое по этой маске. Я ее приобретала в России, не из Китая, как сам тренажер. И что мне понравилось, здесь есть все документы, которых не было на Muscle Trainer, на этот аппарат. Я его покупала два года назад, и на самом деле это была такая проблема, найти хорошую инструкцию, что мне пришлось перелопатывать просто много информации, искать источники, где я могла узнать, как работает этот прибор. Сейчас же все намного проще. Во-первых, информации очень много по всей сети. Плюс сейчас есть вот такие вот инструкции по использованию масок вместе с этим тренажером. Здесь сразу говорится, какие программы могут использоваться для лица. То есть практически все программы, которые используются вагинально, то их можно использовать для миостимуляции и лица. Так вот, как вы видите, здесь достаточно все четко и ясно рассказано, как применять, какие программы, продолжительность курсов. То есть все это прилагается вместе с этой масочкой. Я использовала этой маски, девочки, конечно, в подтяжке. Я даже представляю, что сейчас начнутся комментарии о том, какая подтяжка может быть в 30 лет. Да, подтяжка мне сейчас не нужна. Но у меня хронический недосыпь, я не успеваю просто все делать. Это несколько часов сна. Конечно же, на лице, на организме все это сказывается. И мне эта маска, что понравилось? Я ее использую всего две недели. Мне понравилось то, что появилась упругость и выровнялся цвет лица. То есть, несмотря на бессонные ночи, нет вот этих ужасных кругов под глазами, которые постоянно, нет отека век. Происходит, может быть, даже не подтяжка, но, возможно, улучшение кровообращения. Создается лучший тонус для кожи. Ну а сейчас давайте я вам покажу, как она смотрится на лице. У меня дети, в принципе, уже привыкли к закидонам мамы, когда я укладываю днем спать. У меня на лице что-нибудь доесть, чтобы зря не терять время. Смотрите, здесь вот такая вот пленка. Она многоразовая. Одной маски, как пишет производитель, хватает на один курс. Вы ее вот так накладываете. Красотка, правда? Ощущения такие абсолютно нормальные. Сами вот эти вот подушечки, они немного липкие. Не так, что отдирать надо с криками и воплями. Нет, они слегка крепятся на коже. Конечно же, лучше лежа все это делать. Но даже так она не падает. То есть, если вы встали, походили, с этой маской все нормально. Вот. И потом просто вставляете, подключаете тренажер. К маске выбираете программу. Я вам уже показывала на инструкции, что программ достаточно много. Интенсивность вы выбираете по себе, по болевым ощущениям. Так, ну вот, друзья, в принципе, вот все готово. Все шнуры подсоединены. Теперь остается лечь, на 20 минут включить программу и наслаждаться жизнью, пока маска будет работать. После того, как вы ее использовали. Кстати, я забыла упомянуть о том, что из-за того, что здесь липкие подушечки, конечно, наносить маску нужно на хорошо очищенную кожу. Но я думаю, каждая женщина, каждая девушка и так знает, что перед любыми процедурами необходимо хорошенько очистить свое лицо. Вот, после этого вновь приклеиваете защитную пленку и убираете ее до следующего раза. Вот, подушечки действуют точно так же. Ну вот, как я говорила, для меня они, кажется, более удобные, потому что можно на разные участки тела их прикрепить. Пока я их еще не пробовала, но уже собираюсь. Кстати, по поводу вот этих вот подушечек, я собираюсь сделать обзор через полгода, именно по результатам, насколько мне понравилось и есть ли от них эффект. Я собираюсь их накладывать на живот, еще раз повторюсь. Ну, посмотрим, получится, не получится. В любом случае, друзья, спасибо за ваше внимание, надеюсь, вам было полезным это видео. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, я постараюсь отвечать на них. Я, конечно, не врач, но женщина, которая так же стремится ухаживать за собой, которая ищет информацию, чтобы не попасть в просак. Друзья, пишите свои вопросы, мне будет интересно почитать, услышать ваше мнение по поводу таких масок. Может быть, вы уже пользовались ими. И, знаете, я бы хотела, чтобы вы написали мне свое мнение, с какого возраста, вы считаете, необходимо начать ухаживать за собой, чтобы в будущем не было глобальных проблем. Я против подтяжек, против ботокса. Может быть, именно поэтому я уже сейчас задумываюсь о том, чтобы как можно надольше сохранить молодость. К сожалению, но вряд ли сохранишь, но хотя бы свежий ухоженный вид. Спасибо, что вы были на моем канале. Рада вам. Заходите на новинки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, если вам не понравилось. И до встречи!